20 минут о красивой жизни, стильных людях и заметных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Продолжение следует... Образовательный конвой этого дня стала серия лекций от стилистов из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска. И здесь дизайнер. Когда он в руки взял этот шифон, был прозрачный и немножко жатый. Видите, это крэш-шифон. Он почувствовал, этот дизайнер, что из этой тани можно вылепить вот эту текучую, виловавую, такую тонкую форму нарядов. То есть дизайнер знает эту картину, естественно, и он создает очень каренную кровь. Имидж-стилист Ольга Меньшикова в своей лекции проанализировала, как дизайнеры воплощают в своих коллекциях мотивы полотен Вермеера и Боттичелли, а также как в своем образе можно раскрыть пристрастие к определенной эпохе или творчеству художника. Современному человеку, во-первых, важно изучать искусство для того, чтобы развивать свое чувство восприятия, развивать свой мир ощущений, эмоционального отклика на цвет, на форму, потому что общество сейчас во многом механизировано и закрыто, и в каком-то конвейерном ритме живет. Искусство помогает выбраться вот из этой капсулы и по-иному почувствовать мир и себя в этом мире, и по-многому по-другому чувствовать и свой костюм, и свое пространство, интерьер. Искусство не должно оставаться оторванным от реальной жизни человека. Но я полагаю, что людей нужно учить этим связям, да, нужно немножко им показывать, как это нужно сращивать. Конкрет, видите, у нас очень простой, он очень простой. Джинсы, кроссовки, свитшот, ну да, карьер, сумка, все, можно даже перей не одевать. Но в нем появляется стилевой текст, я сейчас так называю, стилевой текст. Это какое-то послание, кто-то это прочитает, кто-то не прочитает, кто-то будет немножко чувствовать. Мой мир полностью перевернулся после того, как настолько просто, понятно, человеческим языком объяснялось, как связывается искусство и то, что я надеваю на себя каждый день, как это читать. Я, в общем-то, глядя на какие-то произведения искусства, сама пыталась находить какие-то параллели, да. Прийдя на мастер-класс Ольги, эти параллели стали настолько четкими. Это, конечно, было, ну, неким таким приятным инсайтом. Почему некоторые вещи становятся культовыми и по-прежнему вызывают интерес? И в чем отличие современной одежды в стиле ретро от винтажных первоисточников? В своей лекции рассказывает Ксения Лыскова. Старые вещи все-таки отличаются от новых, и детали их выдают. Пуговицы, материалы, это все равно заметно. Даже если в моду входят старые силуэты, они исполняются на современный лад из современных материалов, и что-то все равно меняется. В своем выступлении Анна Глазкова рассматривала не только текущие тенденции моды, но и глобальные тренды, которые станут определяющими для целого десятилетия. Нет понятия уже в некоторых вещах мучтового женства, холодный сезон, золкный сезон и так далее. Толерантность у нас вообще сейчас максимальная, то есть у нас очень много пришло вещей мучтового. И технический прогресс в следующем месте. У нас есть многие материалы, вы не знаете, вы знаете, разрабатываются материалы, например, какой-то плащ, где есть какие-нибудь кнопки, ты нажимаешь, он меняет цвет и так далее. Возможно, представленные дизайнерами тренды могут показаться провокационными. Однако то, что мы видим сегодня в форме тенденций, позднее станет неотъемлемой частью нашей жизни, как в истории моды это было неоднократно. Это Бьюти Тайм, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Омоложение кожи было, есть и будет достаточно востребованной процедурой всегда. Поэтому современная косметология предлагает большое количество комплексных программ. Все они направлены на лифтинг, улучшение качества кожи и ее цвета. Однако каждая процедура должна подбираться индивидуально, чтобы добиться максимальной эффективности и не тратить зря время и деньги. Составить правильно программу омоложения помогает ДНК-тест. Генетические тесты помогают нам определиться с тактикой. Либо это аппаратные процедуры будут, либо это инъекционные процедуры. Окажут ли они должный эффект. Увидит ли пациент после данной процедуры выраженный эффект лифтинга, либо он, наоборот, покажет отрицательные результаты. Основные виды косметологии – это классическая уходовая, инъекционная и аппаратная. К последним относится игольчатый РФ-лифтинг. Многие аппараты появляются у нас, уже зарекомендовав себя на Западе. Говорят, что это уникальная косметологическая платформа, популярная у голливудских звезд. Принципиальное отличие игольчатого РФ-лифтинга от обыкновенного РФ-лифтинга в том, что электроды располагаются, в отличие от РФ-лифтинга биполярного, на коже. А игольчатые РФ-лифтинга, наши электроды располагаются внутри кожи. Соответственно, мы достигаем сокращения кожного лоскута, и за счет этого выраженный эффект лифтинга. Основное действие игольчатого РФ-лифтинга достигается при помощи специальной насадки. Если посмотреть поближе на данную насадку, мы видим очень множество мелких иголочек на определенном расстоянии расположенных. Когда я погружаю эти иглы в кожу на определенном расстоянии, на определенной глубине, и опять-таки на определенных настройках энергии, получаем травму, микротравму на заданной глубине. И вот там, где эта травма произошла, фактически выпарилась ткань. Получается усадка ткани. Ткань пытается защититься и сократиться. То есть за счет этого мы получаем выраженный эффект лифтинга. Игольчатый РФ-лифтинг, его показания – это тоничная вялая кожа, снижение упругости кожи, деформационный эпитоз, следы постакне и рубцы. Реабилитационный период после процедуры составляет от 3 до 7 дней. Результат можно заметить через месяц после проведения. Эту процедуру в обязательном порядке мы совмещаем с биоревитализацией определенными препаратами. Для чего? Для того, чтобы увлажнить кожу, подготовить ее к более быстрой реабилитации и заживлению. После процедуры мы рекомендуем всем пациентам через 10 дней прийти к нам на повторную процедуру введения гиалуроновой кислоты, то есть биоревитализанта, дабы улучшить процесс заживления и процесс лифтинга. Процедура игольчатого РФ-лифтинга достаточно универсальна. Ее можно делать с 20 лет для поддержания тонуса кожи и избавления рубцов постакне и уже в зрелом возрасте для потяжки овала лица и борьбы с морщинами. В любом случае, косметологи рекомендуют комплексный индивидуальный подход, поэтому все программы для лица и тела подбираются персонально. Косметологическая клиника Медиор. Аппаратная и инъекционная косметология. Инновационные процедуры омоложения на аппарате InMode для лица и тела. Заметный эффект возможен уже после первой процедуры. Горького 16 244 00. Европейская одежда для реальных женщин. Сеть салонов одежды Априори. Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд 44 по 60. Сеть салонов Априори. Проспект Ленина 71. Труда 166. ТРК Горки 2 этаж. Традиции ювелирного мастерства в современной подаче. Авторские украшения из золота и серебра. Эксклюзивные обручальные кольца. Дизайнерские работы только с натуральными камнями. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Город Челябинск. Цвилинга 44. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. МАКФА. Основа творчества. Юбилейная премия Андрюша. Лучшее за 10 лет. Андрис Лиепа, Александр Олешко, Нина Шацкая, Игорь Монаширов и звездочки фонда Андрюша. Вы увидите замечательный концерт. Мы гарантируем вам хорошее настроение. Много интересных сюрпризов. Фестиваль Андрюша. 25 апреля. Театр, оперы и балета. Билеты во всех кассах города и по телефону. 235-75-55-6+. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. И если первый сезон проекта «Битва блогеров» был экспериментальным, второй – более продуманный, взвешенный, но не менее эффективный. Во втором мы, естественно, учли те недостатки, которые были. А не в любом случае были, потому что, когда ты начинаешь что-то новое, сколько бы ты ни продумывал, все равно что-то будет не так. Второй сезон, он более насыщенный, даже не так, более качественный по мастер-классам. Он удобнее локально. В общем, мы постарались сделать этот сезон лучше. Уговаривать не пришлось, мы не раздумывали. И, так сказать, уходим в это с головой, со всей отдачей. На самом деле, мой совет – никогда не читать отзывы перед проектом. То есть ты уходишь в него, в этот проект, смотришь уже потом результаты. Главное, ну, это может быть в принципе не только мощь жизни. Сначала нужно действовать, да, а потом уже как-то, наверное, уже осматриваться и результаты все поглощать. Потому что если смотреть на отзывы, у всех восприятия уже здесь совершенно разные. Участие в битве блогеров – это не только лекции по ведению Инстаграма. Это еще и практические задания – узнать что-то новое и сделать об этом пост. Судя по лицам и по экскурсии по нашей сегодняшней, я думаю, что все довольны, останутся и передадут уже все свои эмоции дальше за пределы своих, так сказать, интернет-возможностей. В целом, да, мы прошлись по нашему комплексу, мы посмотрели, что где находится. Весь наш соцпарк – это детские садики, это химчистки, это магазины, галереи, бутики, школы по дизайну, по архитектуре – все это находится в одном месте. И буквально мы это прошли все за 5 минут. По составу битва получается очень сильная. То есть у нас нет здесь молодых людей, 20-летних, да, то есть реально здесь все люди, за которыми стоит либо бизнес, либо они сами прокачивают свой личный бренд и являются сами брендом. Поэтому в этом плане состав битвы очень сильный. И нам приятно, что портрет нашего битвовца, так мы его называем, он очень сильно отличается от марафонца. Что касается наставников, по-разному. Кто-то шел конкретно к какому-то наставнику, потому что говорил, вот я за ним наблюдаю, мне очень интересно перенять его опыт. То есть половина ребят вот таких, которые пришли на наставников, а половина ребят, которые говорили, что мне это очень интересно, но мы их, мы рекомендовали пойти к тому или к другому в зависимости от пожеланий. Кто-то хотел бизнес прокачать, кто-то хотел больше работать с личным брендом, кто-то с вовлеченностью аудитории. И у каждого наставника все равно у него немножко своя тема, своя идея общения. Сегодня второй сезон битвы блогеров достиг экватора, а это промежуточное подведение итогов перед выходом на финишную прямую. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Среди тех, кто ведет здоровый образ жизни, все чаще говорят не о диетах, а о сбалансированном питании. Ведь важен не только объем принимаемой пищи, но и регулярность ее приема, состав продуктов. За последнее время, благодаря научным разработкам, в этом вопросе удалось сделать некоторые открытия. У нас существует основных четыре типа жиров. Это два вредных, два полезных. Вредные такие, как трансжиры, быстрое питание. Это в чистом виде жиры, сладкое. Второй вредный жир – это уже насыщенный жир. Это, опять же, относится больше к животным жирам. 25-30% это не окисляется в организме, соответственно, остается, опять же, в виде месторального жира. И переходим уже на полиненасыщенные и на мононасыщенные жиры, такие как злоки, орехи, что советую, опять же, нашим пациентам, именно в виде перекуса. Тогда и насыщение пойдет, и, опять же, обмен жировой будет нормализован. В соблюдении известных всем правил, есть после шести и выпивать два литра воды в день, не всегда стоит воспринимать буквально. В современной диетологии вопросы сбалансированного питания решаются индивидуально. Здесь необходимо сдавать общий анализ коры, анализы биохимические. Это рассматривается как мной, так же и нашим терапевтам. То есть это индивидуально. Рассмотреть группу крови, генетическую, опять же, предрасположенность. И после этого уже записывать рекомендованное питание. Ведется также дневник питания, чтобы исключить ошибки. Проблемы лишнего веса – частый спутник сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому перед составлением программы питания пациентов направляют к кардиологу. Кардиограмму обычно делают людям с патологией со стороны сердечно-сосудистой системы. Делается это для того, чтобы проследить динамику. То есть есть ли изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, то есть со стороны сердечной мышцы. У полных людей сердечно-сосудистые заболевания бывают намного чаще, чем у людей с нормальным весом, с нормальной массой тела. То есть идет дополнительная нагрузка на сосудистую систему, идет дополнительная нагрузка на сердечную мышцу. Точно так же сердце у нас может покрываться жировой капсулой, то есть это висцеральный жир, который покрывает ее сверху. Предрасположены люди к инфарктам миокарда и к другим сердечным патологиям. Лишний вес дает нам дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. И поэтому здесь необходимо спрофилактировать данные заболевания. Для того, чтобы узнать соотношение жировой массы, мышечной массы, количество жидкости в организме, мы проводим такое обследование, как биомбедансный анализ. И уже индивидуально идет подбор питания, калорийности, либо мы проводим лимфодренажные процедуры, если наличие жидкости превышает норму, либо мы добавляем, наоборот, питьевой режим для человека. В общем, все это подбирается, в принципе, индивидуально. Люди с дефицитом массы тела, как правило, имеют очень много дефицитов в организме, то есть это дефициты и микроэлементов, это дефициты и витаминов, минералов, кислот в организме. То есть и все недостатки, все вот эти дефициты точно так же будут сказываться и на сердце, на сердечную мышцу, и на сосуды, и, в принципе, на все другие органы точно так же. Поэтому дефицит массы тела точно так же нужно восстанавливать. Положительные изменения в организме, снижение веса и улучшение самочувствия произойдут только при комплексном и системном подходе, а значит соблюдать рекомендации и наблюдаться у врача в динамике необходимо постоянно. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит 223-43-63. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Салоны «Польская одежда». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего полтора часа и вы избавлены от варикоза. Быстро и безболезненно. Сауна «Карибы». Большой бассейн. Турецкая и финская парная. Постоянные скидки и акции. Именинникам подарки. Улица Северная, 52, дробь 2. Телефон 211-09-90. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирова, 159. Все сюжеты «Бьюти Тайм» ищите на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах ВКонтакте и в Инстаграм. Официальный хэштег «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание ТВ. На этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!